Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Eton TV, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальбран. Вместе со мной в нашей телевизорской студии, как всегда, замечательные гости мои друзья, коллеги Илана Михаэлец, Визит Зильбер, главный редактор лучшего радио. Ребята, тема стандартная для наших бесед. Коронавирус прошла неделя. Вроде как у нас наметилась по каким-то отчетам положительная тенденция. Доля так называемых положительных результатов составила 4,8%, а в прошлые дни было 5,4%. Все это снижается, как будто бы все хорошо, но мы пережили стихийное бедствие под названием Пурим. Как вы считаете, у меня наивный вопрос, Пурим скажется на том, что в ближайшее время нам объявят очередной локдаун? Пурим, конечно же, скажется, будет вспышка, мы еще просто этого не знаем. Ну да, еще время не прошло. Будет вспышка, конечно же, или не через неделю, через две будет вспышка, нет сомнений. Но Пурим, ладно, сейчас дальше Рамадан начинается, а в арабском секторе очень низкий уровень вакцинации, поэтому будет вспышка, а потом Пейсах, и вы понимаете, в каком секторе будет вспышка после Пейсаха. И опять же таки, при всем, при том, что у нас идет вакцинация очень хорошо, у нас уже 4 миллиона 800 с чем-то тысяч привились уже хотя бы одной прививкой, хотя бы одной дозой. Идет вакцинация замечательно, но тем не менее, если наше правительство по-прежнему будет сохранять вот этот принцип закрывать всех, когда вспышка локальная, то, конечно, эти локдауны не закончатся. Я не думаю, что Биби пойдет на еще один локдаун до выборов, потому что это просто выбивает у него все козыри. И даже если будет немножко ухудшаться сейчас статистика из-за Пурима, то они закроют на это глаза. Вот, тем более, что у нас очень четкая тенденция снижения числа тяжелобольных, и это очень важно. У нас уже, меньше 700 стало сегодня число тяжелобольных в израильских больницах. Это очень важно, потому что самый главный параметр, из-за которого вводили карантины, это то, что не справится система здравоохранения, будут переполнены реанимационные отделения, и врачам придется выбирать, кого спасать. То есть, этой опасности на горизонте нет, и наоборот, число тяжелобольных снижается, и это благодаря вакцинации. Но по последним сведениям у нас уже появилась южно-африканская мутация, которая уже распространяется, и говорят, что ситуация вышла из-под контроля. Нью-Йоркская мутация, есть пока только три случая, они все из одной семьи, мы тоже знаем, из какого она сектора, и как она сюда прилетела, эта семья, но эту цепочку удалось пресечь. Но проблема с этими мутациями, она состоит в том, что мы их не знаем, и поэтому мы сразу перестраховываемся, и как только появляется новая мутация, мы сразу исходим из самого худшего сценария, что вакцина будет к ней менее эффективна, и поэтому мы сразу бежим, и из перестраховки закрываем аэропорт, или вводим какие-то другие карантинные меры. Возможно, это оправдано, возможно, так и надо себя вести, но надо при этом понимать, что прошло уже достаточно времени, и жизнь надо как-то нормализовывать, и мутации будут происходить все время. Из-за каждой мутации вот поднимать такую панику, рушить экономику, которая долгое время еще будет, очень долгое время будет восстанавливаться. Я считаю, что все-таки это неправильно, и нужна немножко другая концепция, в частности, вернуться вот к той самой системе светофора, о которой говорил бывший наш проектор Ронни Гамзов. Лана, хочу тебе деликатную тему для обсуждения предложить, тоже связанную с коронавирусом. Дело в том, что наше Министерство здравоохранения впервые на днях обнародовало сведения о смертельных случаях с учетом показателей по прививкам. И оказалось, что из 19 умерших 2 марта 16 были не привиты даже первой дозой вакцины. Далее была информация, что за прошедший месяц, за февраль 2021 года от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 935 человек, среди которых 78% не прошли вакцинацию или получили всего лишь одну дозу. У меня к тебе вопрос, вот какого плана. Заголовок, статьи, в которой об этом рассказывалось, был такой. 22% израильтян умерли после прививок. Вроде как правда. Заголовок с одной стороны, с другой стороны, заголовок не соответствует действительности абсолютно. Совершенно верно. Но цифры как бы идут манипуляции. Точно так же, как, может быть, извини, манипулируют наши политики в предвыборный период, когда говорят о том, что вот у нас почти 6000 смертей в Израиле. Это так ужасно. Это премьер-министр допустил, что у нас 6000. Не сравнивая с другими странами, с другими показателями, по которым, по большому счету, у нас как раз гораздо лучше. Что скажешь? Пока-пока, шаши-шаши. Да, да, да. Пока-пока, шаши-шаши. Вчера на эту тему в замечательной сатирической программе продолжили стебаться, что называется. И там уже тот актер, который исполняет там роль премьер-министра, он еще много различных похожих слов все время говорил в ответ. Я даже не буду их приводить, мне неловко. Но дело не в этом. Меня на самом деле дико раздражает тот факт, что наши СМИ израильские постоянно занимаются передергиванием. Они берут какой-то факт, это не только, кстати, касается короны, но мы сейчас говорим о коронавирусе, вытаскивают, значит, из массы информации какой-то заголовок кричащий и начинают его гонять. Причем, если схватился один журналист, у которого есть достаточно серьезное имя, то дальше это уже будут все телеканалы этим заниматься и все будут говорить одно и то же. Теперь, что получается? С одной стороны, наши СМИ призывают к тому, чтобы мы прививались. Собственно, они не так уже призывают. С другой стороны, призывает Минздрав, например. СМИ говорят, да, прививаться надо, вот мы тут привели такого профессора, такого профессора, все профессора говорят, что надо, но при этом наши СМИ тут же дают информацию о том, что после двух прививок столько-то людей заболело. После одной прививки столько-то скончалось. После этого это, а вот осложнение у тех, у кого две прививки, а вот, а вот, а вот, и вот. И что происходит? Люди просто впадают в непонятку. Почему? Потому что нет консистенции излагаемой информации. То есть, если вы хотите показать, как у нас все плохо, господа и дамы, но тогда это очень нехорошая роль для средств массовой информации в этот такой тяжелый для нас, для всех период. Потому что я не говорю, что надо обманывать, но вот эта позиция, которую зачастую наши СМИ занимают, которая резкая, отрицательная, постоянно, неважно что, о хорошем не скажут и не напишут, о плохом будут писать постоянно и муссировать это бесконечно. Да, конечно, это все сложно. Да, никто нам ничего не обещал, потому что действительно это новая прививка, и мутации есть постоянные, я думаю, что эти мутации будут, и мы будем жить с этим вирусом, видимо, еще долго и нудно. И, скорее всего, нам придется прививаться как минимум раз в год. И в связи с этим нельзя не отметить сегодняшний визит в Израиль канцлера Австрии и премьер-министра Дании, которые хотят с нашим премьером обсудить, как они говорят, возможность создания фонда, который будет финансировать совместное изыскание и производство прививок. Очень хорошо. Очень хорошо. Я думаю, что чем раньше мы поймем, что этот вирус пока что никуда не денется, и мы должны с ним как-то жить, соблюдая какую-то осторожность, и что жизнь наша изменилась, она изменилась, она никогда не будет прежней. Вот когда мы это поймем, мы начнем более позитивно смотреть на жизнь, и я надеюсь, что наши средства массовой информации, которые постоянно делают всем дырку в голове на тему того, как все ужасно, они тоже в какой-то момент, может быть, пересмотрят свои позиции. Потому что я понимаю, что может быть критика в адрес правительства, и премьера, и министров, и так далее. Но она не может переходить все пределы разумного, потому что эта критика, она распространяется в первую очередь, конечно, на борьбу с коронавирусом, но это оказывает очень отрицательное воздействие на население. На общественное сознание, да. И более того, вот эти люди, часть больше из которых скончалась, потому что они были непривиты, вполне возможно, что они отказались делать прививки, наслушавшись не только всяких раввинов и каких-то там колдунов, которые вещают сегодня в Ютубе в больших количествах, но наслушавшись еще наши СМИ, которые постоянно муссируют тему того, какие осложнения, как это страшно, как это не опробировано и так далее. И итог вот он такой, какой он есть. Я хотел сказать, что я не согласен в том, что виноваты СМИ, виноваты как раз социальные сети. СМИ как раз-таки, они придерживаются моральных норм, морально-этических журналистских норм. Я вот привел заголовок из ведущих СМИ. Ну, это они просто попытались сделать более сенсационным заголовок. Вот в этой вот статистике, которую ты привел, там как раз-таки число заболевших, прости, число умерших, которые заразились через неделю после второй дозы вакцины, ноль. 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 Через неделю после второй дозы вакцины наступает защита. И после, по статистике за февраль, из 963, кажется, человек, ноль. Человек, которые умерли... Извини, извини, я перебью тебя. Об этом я и говорю, что из этого заголовок не сделали. Заголовок сделали очередную страшилку. А то, что умерших ноль после двух прививок, об этом никто не говорит. То есть, заголовок это не выносит. Ну, это какой-то конкретный локальный пример. Я все-таки думаю, что здесь надо обвинять не СМИ, все-таки, а надо обвинять социальные сети, где 20 лет уже людей кормят всякими гипербореями, всякими рептилоидами, всякими теориями заговора. И люди как-то очень неохотно расстаются с этим своим скептицизмом. А мы все знаем, врачи врут, ученые врут. Это экспериментальная методика. Это уже давно не экспериментальная методика. И испытанная. И у профессионалов, у научного сообщества уже нет на этот счет никаких сомнений по поводу ее эффективности. Очень высокой эффективности. И Pfizer, это вакцина 21 века, действительно, по совершенно революционной технологии, которая задействует иммунитет просто на всех уровнях. Ну, я не знаю, может быть, при каких-то очень-очень серьезных патологиях может быть так, что у человека не выработается в достаточный иммунитет. Но Pfizer задействует иммунитет вот именно вот просто все уровни. И Т-киллеры, и Т-лимфоциты, и антитела. Вот просто на всех уровнях задействует, пробуждает человеческий иммунитет. Сви, я не буду говорить, что тебя компания Pfizer наняла рекламу. Ну, я не знаю, вот я каждый день, я каждый день, ну, почти практически каждый день веду в WhatsApp всякую полемику с радиослушателем. В том числе у меня есть там несколько постоянных таких антипривилочников, которые пишут мне там свои реплики. И если раньше там они писали, что это недостаточно испытано, что это экспериментально, что мы не знаем, то сегодня они пытаются какие-то, сейчас они пытаются сейчас какие-то наукообразные фейки мне присылать. Вот, например, прислали, что оказывается в вакцинах есть такой усилитель, который, значит, вызывает искусственно воспаление в месте, значит, прививки. Вот поэтому место прививки всегда болит и воспаляется для того, чтобы пробудить иммунитет. Я полез для того, чтобы разобраться, полез в интернет, начал читать. И я обнаружил, что действительно есть такие вот возбудители, раздражители. Они называются адъюванты, но они применяются при изготовлении белковых вакцин. Белковая вакцина от коронавируса вообще не получилась. В связи с тем, что когда ты вводишь в организм чистый белок, то иммунная реакция действительно организм этот белок не замечает. И поэтому надо вводить это, и обычно используют соли алюминия в качестве вот этого адъюванта. И действительно для того, чтобы иммунитет обратил внимание на это место и прислал туда, значит, свои антитела. И в Pfizer нет никаких адъювантов. То есть, как бы они взяли какой-то факт и запустили его. И эти антипрививочники тут же начали его шерить. Что типа, а вот смотрите, вот мы нашли, там есть какое-то вещество, и мы не знаем, что это. Ну вот, я не знаю, чем эти люди руководствуются. То ли это желание какого-то пиара, то ли желание кого-то удивить, то ли желание, то есть ощущение того, что я принадлежу к некой элите, потому что вот все прививаются, а я не верю, и я вот очень ценю вот этот свой скептицизм, потому что на самом деле я знаю, как все устроено. Я не как все. Да, я знаю, как устроен мир на самом деле. Все обманутые, а я один знаю правду. Илан, маленький еще вопрос. В начале своего выступления отвечаю на первый вопрос. Скольз об этом сказал, я цифры приведу. В целом по стране картина вакцинации выглядит следующим образом. 1 миллион 180 тысяч граждан старше 16 лет все еще не привиты. В том числе 460 тысяч из них это из арабского сектора, а 171 тысяча из ортодоксальной общины. Что делать с ними? Ну, тут есть два пути. Либо пойти по демократически-либеральному пути и заниматься активной разъяснительной работой, которая пока что мы, не могу сказать, что мы ее наблюдаем в больших объемах, потому что, как я уже говорила, очень много негативной информации отовсюду, и очень недостаточно с моей точки зрения позитива. А второе – это просто методом кнута и пряника, я бы сказала. Ну вот я дам пример. Я приглашена, например, на свадьбу к родственникам через две недели в некий зал торжества Льявиве, и там все должны при входе будут показать зеленый паспорт, так называемый. Иначе участие в этом мероприятии невозможно. Это своего рода кнут, скажем так. Но предположим, что если мы говорим про арабский сектор или религиозный сектор, им это не столь важно. Почему? Потому что они покрывают друг друга. И они друг к другу уходят на всякие праздники и торжества, нарушая все вместе те, скажем, условия или те законы, которые нам пытаются сейчас привить, объяснить и уговорить нас выполнять. Поэтому как с ними бороться, кроме как взять и каким-то образом найти контакт с людьми из их общин, которые обладают каким-то, может быть, влиянием, ну не тем путем, как когда-то было принято, там сняли какого-нибудь знаменитого актера или общественного деятеля на какой-то ролик, он говорит, смотрите, я привелся, как все хорошо. Нет, это должно как-то работать иначе. Потому что иначе не получится, видимо, ведь все попытки до сих пор пока что говорить о том, что те, кто не привьются, они не смогут полететь за границу, они не смогут пойти туда, они не смогут участвовать здесь, они натыкаются на большую проблему, это проблема юридического порядка, потому что это является нарушением свободы прав человека в эфраиле. И я лично, лично я, я бы, конечно, эту свободу нарушила для того, чтобы мы с вами никто не болели, и наши дети, и внуки. Но поскольку мы живем в демократической стране, то эту свободу, видимо, нарушить нельзя. И поэтому у нас сейчас еще до сих пор, вот у нас начинается учеба, опять в школах, треть учителей не привиты. Да, и 120 детских садов уже закрыли. Да, и заставить их привиться ты не можешь никакими усилиями, потому что на их стороне закон. На их стороне сегодня закон. Значит, я не знаю, может быть, мы должны рассматривать этот период, период пандемии, как в военное время, в военное время принимаются свои законы, но тут входит в игру политика. Мы не можем принять закон, который обидит религиозных, они не пригласывают так, как надо. Мы не можем принять закон, который обидит арабский сектор, потому что кое-кто надеется на их поддержку. И учителей мы не можем обидеть. Ну, да, еще есть мысль о том, что антипрививочникам запретят, значит, вылетать за границу, они не смогут, но уже идет разговор о том, что, да, не получится запретить им летать за границу, поэтому надо будет их обязать делать анализ за 48 часов, а потом через 72 часа, и бог знает что, и получится так, что мы с вами, которые привелись, все равно, например, если мы захотим полететь куда-то за границу, мы будем наверняка в одном самолете с людьми, а, которые получили фальшивые справки, потому что эта промышленность уже у нас развивается полным ходом. Но не только у нас. Да, и второе, это то, что даже если человек сделал тест за 48 часов до полета, это еще не значит, что он не инфицирован. Да, поэтому вот это все создает ситуацию, когда, мне кажется, государство должно как-то более решительно взять на себя роль, ну, скажем, нашего защитника большинства населения этой страны. Цвет, Сталина на вас нет. Я хочу отреагировать. Да, я понимаю, что я вот, да, со своими взглядами, вот я такая. Значит, я сегодня читал интервью в Демаркере с Лотоном, который в этом штабе Маген, как он называется, ну, этот оперативный штаб по коронавирусу, да, он занимается как раз-таки вопросами зеленых паспортов. И он говорит так, что рабочая модель сегодня, это что те, кто работают в системе образования, те, кто работают с людьми, должны будут делать тест на коронавирус каждые два дня, причем за свой счет. Вот это самое главное, вот это самое ключевое. Извините, Вика, я обязана просто на это тебе возрастить, то есть сказать что-то, что уже это обсуждалось, уже наняты различные адвокаты, юридические советники, которые сказали, что все это незаконно, и никто не может их заставить делать тест каждые два дня или каждые четыре дня, и они не будут. Значит, сейчас не просто это будет меняться, сейчас наоборот, сейчас можно будет подавать иски против учительницы, которая непривитая пришла в класс и таким образом ставит под угрозу здоровье детей, которые непривиты. Они сейчас вообще говорят даже не об этом. Все вот эти адвокаты, которые сейчас выступают, они не представляют себе, какая сейчас будет юридическая действительность, потому что сейчас будут меняться, у нас просто пока непонятка с Кнессетом, но в ближайшее время законы будут меняться, потому что мы первый раз в такой ситуации. И я думаю, что все эти права, которыми сегодня апеллируют адвокаты, они очень сильно изменятся. Но немыслимо, например, себе представить, чтобы человек пошел для того, чтобы пойти в ресторан, пошел сделать тест за счет государства. Не будет такого. То есть он пойдет, сделает тест за свой счет, а потом только его впустят в ресторан. И то, что сегодня государство уже это делегировало бизнесом, бизнес сам отвечает за то, что он проверяет, кто туда прошел. Конечно, будут иски, конечно, будут, что вот я туда пришел, а там был человек, который оказался непривитым, и мою жизнь ставили под угрозу и так далее. Все это будет. Будет много всякой неразберихи. Но то, что мы сегодня находимся перед очень серьезным пересмотром законодательства в этой связи, и судьи, они тоже живут в реальном мире, да, они не будут руководствоваться чистой, рафинированной буквой закона, да. И все это, конечно же, временное законодательство, пока не закончится эпидемия. Поэтому вот этот лот, он говорит, что они вот этим сейчас вообще не заморачиваются, всеми этими адвокатскими выпадами, они вообще не заморачиваются. Точно так же адвокаты говорили, незаконно, что вы идете в карантин, и вас вычитают больничные дни, это незаконно, мы обжалуем. Где? Хоть один обжаловал? Не обжаловал, потому что еще неизвестно, еще нет решения правительства. И суды пока тоже с этим сидят на заборе. Поэтому я не думаю, что они прям пойдут сейчас выигрывать всякие суды и заставлять кого-то впускать людей без зеленого паса. Поэтому я думаю, что вакцинация все-таки такими способами будет продвигаться. Теперь по поводу липовых свидетельств о вакцинации. Там есть QR-код на них от Минздрава. И если кто-то это и может... Его уже подделывают. Если это кто-то и подделывает, то это кто-то внутри Минздрава, и это уголовщина, это будет расследоваться. Вот. Невозможно подделать. Пузырьки от Pfizer продают за границей. Да, замечательная идея. Слушайте, раньше продавали пустые бутылки из-под водки Absolute или в Финляндию, чтобы подделывают больше всего. Теперь пузырьки из-под Pfizer. Но я хотела сказать только, Цвика, вот о том, что ты говоришь, что суды, адвокаты, все. Главное, господа, учитывая, сколько разных процессов мы будем наблюдать в связи с этой юридической бракой, главное, чтобы все судьи-адвокаты были привиты, чтобы они были здоровы, чтобы не могли справиться с этой массой работы, которая их ожидает. И последнее, когда мы говорим про арабский сектор, арабский сектор, он очень клановый, там надо идти и договариваться с Муллой, с Мухтаром, с Хамулой, там надо договариваться на таком уровне, и это будет иметь больше воздействия, чем какие-то селебритис или там арабские депутаты КНЕСТа, которые будут их призывать. Ультра-ортодоксальный сектор тоже, вы знаете, что там надо идти и договариваться, да, и предлагать им разные стимулы и договариваться, да. Но я все-таки считаю, что... Челк не помог. Челк не помог. Нет, помог, там как раз-таки много привилось. Ну, недостаточно. Недостаточно, да. Надо было расширить меню, я думаю. Нет, ну они, кстати, они прививаются, прививаются постепенно, может быть, меньше, чем светские, но они прививаются, то есть там вакцинация тоже идет. Вот, поэтому я думаю, что все-таки лучше стимулами и разъяснительной работой. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Спасибо. И слушайте ИТОН-ТВ здесь, не посоветую дурного. Всего доброго. До новых встреч. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова